Это конкретные факты, в отношении меня нет никаких четкого фактажа, есть общие фразы, вот он где-то что-то украл, а скажите конкретно что, а все и так знают, что конкретно все знают. И человек начинает плавать на встречные вопросы, какой фактаж, в каком селе, какие-то села, в которых я вообще не имею никакого отношения. В общем, разбивается это очень просто, на каждой встрече. Поэтому я считаю, что отвечать на такие вопросы мне очень просто. Жага такая была, больше, больше, больше и больше. Вот я вам сказал за эти эпизоды, и был эпизод такой, что господарство мали право мати свою долю статутового внеску в элеваторах. В элеваторах всякими шляхами забралася доля господарства и осталась элеватором их. И тогда же появилось вопрос. Если есть элеватори, элеватори же не предназначены, там, рыбу сушить или еще что-то. Элеватори предназначены для приемки, зберегания и реализации зерна. И тогда же нужно было брать десь землю. И пошла, ну, такая эпопея, можно сказать, по району. Значит, дехто вдруг керівники вызывалися в разные структури. Я помню, были такие керівники, которые не хотели, потому что люди были заслужены. Вот, допустим, я знаю, голова колгоспу был колгосп Ленін из села Левенцевка, Лукьянка Володимир Володимирович. Порядная человек, специалист. Поважали его, и сейчас поважают в селе. Но господарство было добротным. И положили око на него. И я хорошо знаю, и это можно, я думаю, и Лукьянку подтвердить. Сколько его там нахиляли-нахиляли в результате. А в них завжди были, которые не очень слушаются, или Белика, ну, в основном Белика не слушали, а Гастеренко же в «Підтанцював». То співпрацювали они, то есть захват, или рейдверс, или как его угодно называть, значит прокуратура и милиция, сейчас полиция. Был такой есть хороший товарищ у Белика, бывший прокурор Московского района Руді Ларьон Иванович, где-то с десяток лет пытался меня все-таки тюрьму заправить. Тогда просто направляется комиссия, за что-то зачипаются и говорят, вот так, и так Лукьяненко пішов с посади головы колгоспу, дали ему доробить в другом районе и все. И так пішло по району, так начали под себя подбираться одне, друге, третье, четвертое.